Мы не можем не искать. Так, ну начнем, наверное. Меня зовут Алена Панчина, я менеджер по маркетингу API Яндекс.Диска, и я хочу вам рассказать о том, как синхронизировать какие-либо пользовательские данные в ваших мобильных приложениях при помощи облачных хранилищ данных. То есть не разрабатывая какие-то свои подходы, а пользуясь тем, что уже есть. Облачные хранилища данных — это способ хранения и передачи данных, который, с нашей точки зрения, более надежен и более useful, более удобен для пользователей сейчас. Вот мне интересно, сколько людей здесь в зале пользуются флешками сегодня для передачи информации. А облаками? Вот облаками почти больше, одинаково на самом деле. Но я вам предлагаю попробовать использовать облака, возможно, вы найдете этот способ более удобным для вас. Я родилась в 1985 году, и в этом же году компания Intel запустила в продажу Intel 386. И на самом деле с того момента очень много всего изменилось. То есть если, как я помню, в моем детстве был один персональный компьютер на всю семью, то сейчас у многих людей 3, 4 или 5 гаджетов персональных, опять же. То есть у меня, например, 3 или 4. И они могут быть у одного человека, он может использовать гаджеты на различных платформах. И поэтому, когда он работает с вашим приложением, он хочет к нему обращаться со своих различных гаджетов и, возможно, иметь информацию на них на всех одинаковую. И в этом случае уже не подойдет работа с облачным хранилищем какого-то одного производителя одной и той же платформы. И вот в этот момент вступают в работу как раз-таки какие-то сторонние облачные хранилища данных. Ну, мы понимаем, что это, например, и Яндекс.Диск, и Dropbox, и Google Drive, и, например, Box, и другие какие-либо облачные хранилища. Но в целом все они выполняют одни и те же операции. Это, во-первых, сохранение данных, загрузка и выгрузка данных. И при помощи этих простых, на самом деле, операций вы сможете синхронизировать какие-либо пользовательские настройки между его гаджетами в вашем приложении. Под пользовательскими настройками мы можем понимать, как, например, список избранного там. Или если у вас складывается такая ситуация, вы разработчик игры. И ваш пользователь какое-то время долго играет в какую-либо игру. И вот он дошел до какого-либо мега уровня, и тут что-то случилось с гаджетом. Он, например, потерялся, или там, не знаю, у андроида новое обновление, все, короче, сломалось. И если в этот момент вы дадите пользователю возможность продолжить эту игру, заново его загрузить в то место, на котором он остановился, вы этого пользователя не потеряете. Если вы не дадите ему эту возможность, то, скорее всего, потеряете. И, конечно же, вы, как гениальные разработчики, можете разработать вот эту синхронизацию самостоятельно. Но, возможно, стоит воспользоваться уже имеющимися инструментами, чтобы как минимум сократить свое время. И все облачные хранилища предоставляют эти инструменты. Они хороши не только потому, что они, например, уже есть, но и потому, что в облаках между устройствами обмен этими данными, файлами, будет производиться за счет обмена ссылками. И таким образом, когда пользователь в вашем приложении что-то делает со своими личными файлами из облака, он оперирует исключительно ссылками. И если у него не очень хороший интернет, а мы знаем, что интернет может быть не очень хорошим много где, то он также хорошо сможет, скажем так, делать эти операции загрузки, выгрузки, сохранения и так далее. И также очень таким важным моментом является то, что пользователю при таком типе синхронизации через стороннего производителя, через стороннее облако, не надо запоминать новый логин и пароль. То есть у многих из вас есть логин Яндекс, у многих из вас есть логин Гугла. И этим же логином вы сможете залогиниться в приложении и каким-то образом синхронизировать там свои данные. Все это работает очень просто. То есть у вас есть одно приложение, у вас есть облачное хранилище, и у вас есть несколько гаджетов пользователя. Если эти пользовательские настройки, которые вы сохраняете в своем приложении, обычно загружаются у всех облаков в определенную отдельную папку, там создается подпапка приложения, и затем, когда происходит какое-то обновление на одном из устройств пользователя, остальные устройства получают это обновление, как только у них появляется интернет. И в дальнейшем, когда пользователь опять входит в ваше приложение, приложение обращается к диску, запрашивает обновление, и уже дает ему возможность продолжать с того момента, как он закончил. Там было лучшее расширение экрана. Это приложение Яндекс.Электрички. Тут все по-честному. Они сделали свое приложение на открытом API, которое мы предоставляем. То есть это не какие-то внутренние штуки. И на самом деле при работе внешних каких-то приложений с нашим API схема будет такая же. То есть сначала пользователю предлагается авторизироваться при помощи логина Яндекс, и затем начинать использование. В данном случае синхронизированный маршрут списка избранного. То есть если, например, у меня несколько телефонов, и я езжу на электричке, то мне всегда охота знать, когда у меня расписание. Обновилось ли расписание моих любимых маршрутов, я всегда могу зайти и посмотреть на свой список избранного. Но тут могут быть любые пользовательские настройки, в том числе, я не знаю, там фоточки любимые, любимые блюда, список продуктов, список того, что вы уже сравнили, список того, что бы вы хотели, список того, что бы вы не хотели. Вот. И, например, вы уже решили, что вы будете использовать вот этот способ для организации вот этой синхронизации данных. И вам нужно выбрать, к какому все-таки API вам обратиться. То есть к какому поставщику вот этих облаков обратиться. И мы выбираем, мы сравниваем каким-то образом эти API. Понятно, что базовым является то, что наличие необходимых операций каких, каких вам нужно сохранение и загрузка, они есть у всех. Далее очень важно иметь хорошую документацию. Но вот о документации, как и такого, я расскажу чуть попозже, потому что это такой важный элемент. Конечно же, хотелось бы иметь SDK для тех платформ, для которых разрабатываете вы. Но в данном случае, например, если у Google Drive и Dropbox уже есть SDK, то мы только готовимся. Или мы предложим вам на самом деле написать. У нас API, REST API написано при помощи стандарта Swagger. И что прикольно, что в интернете на самом деле есть клиенты, которые помогут вам сгенерировать SDK под наш REST. И вы можете стать первыми, например. И, соответственно, еще очень важно, это организация поддержки разработчиков. Конечно, прикольно, что, допустим, Google Drive и Dropbox, у них такая классная поддержка на английском, все клевые, но иногда хочется поддержку быструю, оперативную и на русском. Ну, в Яндексе понятно, что на русском тоже есть. И про документацию. Очень важный момент, когда вы начинаете разработку приложений, не сразу париться и сначала разработать приложение, а потом долго и муторно разбираться с бумажной документацией, чтобы встроить какую-то функциональность к себе. Вот сейчас рынок развивается таким образом, что все пытаются сделать какую-то игровую площадку для разработчиков, там, где они смогут сразу же поиграться с этим API, и потом посмотреть, как это работает, и как им у себя написать это все. Вот Google Drive в своей документации использует вот такой способ интерактивной документации, то есть тут вы вводите необходимые параметры, каждая операция отдельно, и смотрите, что получается, как это работает, какие ответы, какие ошибки и так далее. Но у них получается, что каждой операции вы отдельно смотрите, пролистываете долго эту доку вниз и находите. А у нас? А у нас мы собрали все это дело в сервис Polygon, то есть вы там сможете посмотреть все наши операции, также там можно отправить боевой запрос. На самом деле из-за граничности времени я не стала здесь показывать видеоролик, но я могу вам отдельно там сходить, показать. Также вы там сможете посмотреть коды ошибок, пример URL, с которым сформировано, и еще у нас есть такая фишка, как HAL. Знаете, что такое HAL? Это объекты в нашем API перелинкованы между собой гипермедиассылками. То есть когда клиент обращается к нашему API, он получает не только сам объект, но и действия, которые можно в данный момент совершить с этим объектом. То есть это динамически формируемый список. И его на самом деле тоже видно в полигоне, то есть вы будете отправлять запрос, он вам вернет как бы сам объект, и по зарезервированному слову links еще и список действий. Это нужно смотреть на самом деле. Я не знаю, как на статическом слайде это все объяснить. И, конечно же, тут немного реклама, почему мы хотим, чтобы вы использовали именно Яндекс.Диск для реализации этой функциональности. Как я уже говорила, очень важно то, чтобы пользователю было удобно, чтобы он взял логин, который у него есть, и им залогинился. И мы гордимся тем, что Яндекс.Диск является первым облачным хранилищем в России по данным Комскор. И наши данные таковы, что это более 26 миллионов, пользователей, которые в общем хранят более 6 миллиардов файлов и ежедневно загружают еще более 14 миллионов файлов. Подробнее с полигоном, со всей нашей документацией, со всеми нашими штуками вы сможете познакомиться на api.yandex.ru.disk или забить в Яндексе api.yandex.disk и найти все. Или спросить, например, у меня. Можете как сейчас, так и потом либо в Твиттере, либо как удобно. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Я так понимаю, что вы рекомендуете, чтобы пользователь с логином Яндекса ходил, использовал облако и ходил во внешние сервисы. А когда Яндекс будет давать возможность, например, с логином от Гугла, пользоваться его функциями? Вы поставили меня в тупик. Хорошо, мы обсудим это с командой Яндекс Гугл. Но пока я не знаю о таких планах. Еще вопросы? Поскольку вопросов нет, тогда я задам. В прошлом году была такая ситуация, что при обновлении Яндекс.Диска перестала работать операционная система Windows на многих компьютерах. С чем это было связано? Накатили обновление. В ближайшее время нас не ожидает? Мы не планируем. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Все файлы, которые будут создаваться приложениями, они будут видны пользователю? Да. Это вполне политическое решение. Все файлы хранятся в отдельной папке приложения. Под каждое приложение отдельно создается под папка. С названием этого приложения. Там хранятся пользовательские настройки. Пользователь должен видеть эти файлы, потому что эти файлы создаются сторонним приложением. Но прецедентов того, чтобы он что-то не понял или вдруг начал удалять эти файлы, их как бы не было. Это как раз хорошо, что папочка одна. Вот это важно. Папка отдельная. У Microsoft, по-моему, создают приложение каждую свою папку. Но у Dropbox тоже создается в отдельной папке все. Хорошо. Мне кажется, это хорошая практика. Последний вопрос с тем, чтобы нам из графика не выбиваться. А вот у меня на самом деле два вопроса. Не знаю, можно ли бы тогда ответить. Предусматривается или предполагается, может быть, возможность предоставить возможность хранения файлов в Яндексе зашифрованных, то есть как ООК, чтобы Яндекс не имел доступа к личной информации? Мы не имеем доступа к личной информации. То есть они у вас уже зашифрованы? Что большинство облачных хранений, вы заходите на сайт, и там вы видите все файлы, можете их открыть, поредактировать. То есть вы видите свои файлы в своем личном кабинете? Да, вы видите свои файлы. Вы видите, ну, содержимое. Я не понимаю, в чем вопрос. То есть фактически, насколько я знаю, только один обычный сервис шифрует полностью файлы и все ключи вашим ключом, который недоступен ему. То есть это неудобно, конечно, обычному пользователю, он не может поискать на сайте, еще что-то, может только скачать. Но полностью защищено. Ну, да, но поскольку все-таки Яндекс.Диск это пользовательский сервис, то мы скорее ориентируемся на удобство конечного пользователя. И понятно, что, чтобы ему удобно было с вашим приложением работать, ему нужно работать со своими файлами в своем облаке. Со временем ушло? Спасибо. Вам спасибо. Поблагодарим докладчика. И следующий доклад.